Докладчик Евгений Евгений Евгеньевич Евгений Юрьевич Солынин, но тут есть и другие, но я пока говорю только о Юрии Николаевича Иванове. Принципиально новый способ перемещения в пространстве. Справка. В этой весной, насколько я знаю, может быть позже, но в этом году наши заклятые друзья, партнеры, собирались использовать в космосе экспериментальную установку, которая летает на новых физических принципах. Это так, для вас просьба. Юрий Николаевич Иванов. Всем здравствуйте. Передо мной очень сложная задача, потому что для меня были очень интересные доклады. Вот. Значит, сначала, значит, мой доклад называется «Принципиально новые способы перемещения в пространство». Ну, никого не нужно убеждать в том, что те способы выхода в космос и перемещения в космосе, это, в принципе, анахронизм. Дело в том, что одним из главных достижений 20 века действительно был выход в космос. И для этого использовался так называемый реактивный способ получения движущей силы. Но инженерная мысль не оказалась оригинальной, так как данные способы перемещения в космос, перемещения в пространстве, были замечены в Азии еще в незапамятные времена, то есть бамбуковые ракеты. Будьте добры, включите. А, вот они, бамбуковые ракеты. Немножко пролистайте, пожалуйста. Можете пролистать, да? Ниже. Вот, включите видео один. Нет, можно было оттуда прямо, но не важно. Оттуда, оттуда, с того файла. Ага, выше, выше. Опустите меня, да. Бамбуковые боевые ракеты. Ну, это вот, как бы, пример бамбуковой ракеты запускается, запускалась она на фестивале в Таиланде. А это вот те ракеты, которые, по-моему, в Новороссии. И хочется подчеркнуть то, что принципиального различия нет. Единственное, что современные инженеры сделали, это заменили порох на жидкое топливо. Это, пожалуй, это, пожалуй, единственное. Но, чтобы говорить о принципиально новых способах перемещения в пространстве, необходимо сначала понять, что из себя представляет реактивное движение, которое мы интенсивно используем и для перемещения в космосе, и для боевых действий, и, скажем так, для развлечения иногда. Вот это самый сложный вопрос, потому что само по себе реактивное движение считается, что в космосе это, ну, как бы массово считается, что в космосе это единственный способ, каким образом можно перемещаться в так называемом физическом вакууме. Значит, так как есть недостатки у реактивного способа перемещения, самый главный недостаток это то, что для того, чтобы выйти на орбиту, необходимо очень большое количество этого топлива. Это видно, скажем так, по фотографии мы видим огромные бочки с керосином, я это так называю ласково, так, и на этих бочках с керосином до сих пор, скажем так, наши космонавты летают в космос. Так, это является одним из самых слабых моментов, то, что на борту при взлете ракета имеет огромное количество топлива, что иногда приводит к катастрофе. Будьте добры, а там и видео чуть-чуть пониже. Ну, это всем известные как бы кадры, я их комментировать не буду, в интернет можно найти огромнейшее число катастроф, которые происходили с ракетами, особенно при старте. Это шаттл, по-моему, Колумбия разваливается в воздухе. Наш протон в 13-м году, по-моему, тоже не смог выйти в космос, упал. Вот это выглядит примерно так. Но топливо необходимо и в космосе. Мало того, что для того, чтобы вывезти ракету в космос, необходимо большое количество топлива на старте, но и в космосе без топлива никуда не денешься. И всем хорошо известно, что в космосе заправочных станций нет. Вот в этом как бы... Значит... Другая сложность заключается в том, что с помощью того топлива, которое находится в летательных аппаратах, очень трудно достичь нужной скорости. А потому, допустим, если мы пытаемся колонизировать какую-либо из планет, то нам приходится очень долго лететь. Допустим, полет к Марсу — это около шести месяцев, полет к Юпитеру — это вообще во много раз дольше. Поэтому необходимы такие способы перемещения, которые не будут обладать этим недостатком. Ну, что интересно, такие способы есть. И чтобы хотя бы убедиться в этом, либо хотя бы поверить, необходимо проанализировать, каким образом перемещаются так называемые летающие устройства, летающие тарелки, неопознанные летающие аппараты, часть из которых являются техническими устройствами. Мы видим, что эти летательные аппараты не используют реактивную тягу, это было бы смешно. Они спокойно могут появляться и исчезать. Вот это их преимущество. С другой стороны, возникает вопрос, а есть ли хорошая теория, которая могла бы помочь нам перейти на другой уровень летания в пространстве. Мы попытались проанализировать все доступные теории и пришли к выводу, что хоть надежной теории, которая бы имела в своей основе инженерную составляющую, практически таких теорий нет. Но, что интересно, вот те способы перемещения, которые используют инопланетяне, это наша гипотеза, на них указывали в косвенном таком виде, указывали еще Аристотель, Ньютон, Деброй и другие исследователи. Но, по какой-то причине наука не обращает внимания на указание, что можно действительно перемещаться в пространстве не так, как перемещаемся мы. В 1997 году вышла свет монография под названием «Ритмодинамика». Я являюсь ее автором, в которой впервые рассматривалась возможность перемещения в физическом вакууме за счет грамотного перевода электрической энергии в поступательные движения. Представьте себе ситуацию в космосе, что вот это устройство, что оно может? Это устройство, оно не требует традиционного топлива, то есть не требует керосина. Не требует керосина. И если у нас есть на борту источник электрической энергии, то мы нашли способ и теоретически его обосновали. Мы можем эту действительно электрическую энергию практически напрямую превращать в перемещение в физическом вакууме. Но физический вакуум сам по себе, вот я лично отношусь к нему не так, как, допустим, нам навязывает официальная наука. Физический вакуум, я отказался от термина эфир по той простой причине, что эфиров накопилось такое количество огромное, и каждый автор эфирной парадигмы или концепции пытается приписать этому эфиру невероятное количество свойств и этим объяснить все, все, что можно объяснить. Поэтому было решено уйти от этого термина и принять термин физический вакуум. Такой формулировал. Физический вакуум – это кажущееся нам, кажущееся нам пустым пространство, обладающее реальными физическими свойствами. Эти свойства конкретны, они измеряемы, и дальше понимание этих свойств мы пока еще как бы не пошли. А, микрофон, да, прошу прощения. То есть, по сути, физический вакуум – это реальная волновая слеза. То есть она проводит волн. И этого достаточно, чтобы решить ряд проблем, которые стоят перед инженерами сегодняшними, потому что нам в любом случае придется эти проблемы решать. А почему эти проблемы так важны? Ведь можно, в принципе, спокойно себе жить, создавать там автомобиль. Кстати, автомобиль, тот же самый автомобиль, он так же, как и ракета, использует энергию огня. То есть под капотом, над цилиндрами, те же самые костры. И мы до сих пор ездим. То есть прогресса практически нет. То есть нету принципиальной невизны. Поэтому вот наши работы, они касаются именно вопросов принципиальной невизны. Я задался вопросом вообще, каково наиглавнейшее предназначение фундаментальной науки? Этот вопрос очень важен, на мой взгляд. Потому что если вы заглянете в устав Российской Академии Наук, или уже в устав любой другой организации, вы там можете прочесть их художество или творчество. И попытался лично для себя и для своего коллектива сформулировать, то есть дать определение, в чем смысл, каково наиглавнейшее предназначение именно фундаментальной науки. То есть я попытался поднять планку так высоко, чтобы дальше уже было трудно ее поднять. Значит, я зачитаю. Первое. Высшим предназначением фундаментальной науки и ее главной целью является поиск знаний для решения задачи. Первое. По защите цивилизации от опасностей извне. С этим я думаю, все согласны. Второе. По обеспечению человечества способами автономного выживания в космосе при любых обстоятельствах. Итак, всем известно, здесь хотя и говорят, что нашу Землю защищают инопланетяне, быть может так, но тем не менее, было бы приятнее, если бы мы сами могли защищать себя. Значит, если, допустим, действительно произойдет какая-то глобальная катастрофа, связанная с метеоритом или с каким-то большим небесным телом, которое влежется в Землю, то мы, по сути, вымрем. У нас нет ни способов перемещения в космосе, которые не зависят от традиционного топлива, у нас нет способов получения энергии, который тоже должен не зависеть от топлива традиционного. У нас этого нет. В этом задача фундаментальной науки – обеспечить нас знанием. Тогда в прикладной науке приоритетами становятся именно в прикладной науке, опять-таки, приоритеты высокого уровня. Значит, разработка и создание технических устройств, способных перемещаться в космосе посредством преобразования электрической энергии в движущую силу. Второе – разработка и создание устройств для получения энергии без использования традиционных ресурсов. То есть, по сути, мы предлагаем иначе расставить приоритет в бизнесе, в политике. У меня, в принципе, все. Я хотел бы передать слово Антону Мамуту, моему коллеге. И он доложит вам о той работе, которая происходит, экспериментальной работе, которую мы сейчас проводим. Потому что экспериментов проведено много. Чтобы доложить об этих экспериментах профессионально, 27 минут не хватит. – Я понял, 8 минут. – 7 минут. – Все, вот 7 минут вот осталось. Я имею в виду, что в столбе довольно. Поэтому это как бы вот тема отдельной встречи. Пожалуйста, Артон. – Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия. Меня зовут Мамонтов Антон. Я являюсь сотрудником научно-производственного предприятия «Меры» в городе Матищи. Моя деятельность направлена на разработку и производство сложных электронных устройств, которые используются в разных сферах науки и техники. Это авиация, космос, транспорт. Также являюсь сотрудником научно-технического центра «Мерит», который, собственно, является детищем Юрия Николаевича Иванова, которого возглавляют. Хочу вам рассказать о эксперименте физическом, который мы хотим провести. Попрошу презентацию. На этой презентации вы можете видеть концепцию, первую концепцию эксперимента. Она заключается в том, чтобы создать колебания сверху высокой частоты, создать электромагнитные волны, поскольку у нас сложилось впечатление, что если явление без реактивного движения, без выброса массы, происходит в воде, как вы помните, наверное, видео с плавающей лодкой на ультразвуковых излучателе, то, скорее всего, есть возможность перемещаться в пространстве, используя электромагнитное излучение, то есть термин, который озвучил Юрий Николаевич, физический вакуум. Установка, концепция номер один, представляет собой генератор сверхвысокой частоты, который базируется на современной отладочной плате, о ней я потом чуть подробнее расскажу. Дальше слабый сигнал усиливается рядом усилителем мощности сверхвысокой частоты, и этот сверхвысокчастотный сигнал, ток, подается в некое устройство. Информацию пока я не буду рассказывать, это секрет. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь изображена концепция номер два. Она отличается от первой лишь тем, что начальные условия эксперименты поставлены более грамотно. То есть, если придерживаться направления ритмодинамика, очень важно, чтобы между излучателями, которые мы имеем, создать стоячую волну и смещать ее по фазе. Отладочные платы генераторов сверхвысокой частоты достаточно точны, и параметры в них задаются тоже очень точно. Не какими-то переменными устройствами, типа конденсаторов или резисторов, а точно на компьютере задается конкретное число. Для того, чтобы создать два сигнала и очень хорошо, четко сдвинуть фазы между ними, нужно, чтобы были единые бортовые часы. Где компьютеры изображены по левую сторону, между ними вы можете видеть кварцевые часы. То есть, обязательно, чтобы источник времени был одинаковый. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь вы можете видеть программу обеспечения, выпущенное корпорацией Analog Devices, американской корпорацией, выпускающей элементную базу, электронную. Здесь все настройки почему-то видны. Можно четко настроить частоту несущую, излучение и, самое главное, фазу. И ряд других параметров. То есть, все четко, начальные условия поставлены прозрачно, явно. Только лишь для того, чтобы выявить суть эксперимента. Следующий слайд. Где-нибудь в интересное место. Слева изображена, собственно, эта плата. На базе интересной микросхемы ДДС-преобразователя. ДДС расшифровывается как Direct Digital Synthesizing, что означает прямой цифровой синтез. То есть, это вариант цифронологового преобразователя, который синтезирует высокочастотное излучение, синусоиду, из очень высокой частоты. Там, на самом деле, экватор не маленький, стоит 25 МГц, но благодаря ФАПЧа частота разгоняется, и мы получаем высокую частоту. Картинку мы получали, измеряли, вот приблизительно на правой стороне слайда. Можно видеть в спектролизаторе, как вы увидели несущую частоту. Следующий. А здесь я представляю вашему вниманию свою разработку. Это ламповый усилитель сверхвысокой частоты, мощностью 1 кВт. Пару слов о нем. Сейчас у нас век полупроводниковых технологий, они очень хорошо развиты. Но, к сожалению, полупроводниковая техника на большие мощности и на такие частоты очень дорого стоит. Для решения задачи с подобным устройством было принято решение перейти на очень старую и проверенную технику Советского Союза. Это радиолампы. В то время, времена Советов, их было очень трудно достать. Честно, достать достаточно просто. Для высококлассного инженера никаких нет проблем создать такое устройство. И если, в случае, если эксперимент удастся, то у нас, в общем-то, появятся резкие причины предполагать, что данная разработка, данный принцип перемещения в пространстве может быть использован, например, для коррекции орбит спутников в космосе. Например, есть такие спутники, как низкоорбитальные. Они летают достаточно низко. 15 тысяч километров, если мне память не изменяет. Вот. Они летают в атмосфере. А специалисты Роскосмоса, я сам работал на госпредприятии в Королеве космическом, рассказывали то, что для низкоорбитальных спутников очень критично в том, что они летают в атмосфере. А атмосфера вздыбливается в зависимости от времени суток. Следовательно, они могут смещать направление своего движения и потом просто падать, сгорать. Но есть один момент. Запуск этих спутников по сравнению с геостационарными очень дешевый. Эти спутники можно запустить прямо с истребителя с помощью ракеты «Воздух-воздух». То есть истребитель летит своим крейсерским маршрутом, стреляет из подсумки из-под днища, и ракеты дальше выводят на низкую орбиту спутник. Если устройство, базирующееся на принципах ритмодинамики, будет установлен на такой спутник, то, в общем-то, такой спутник гораздо дольше по времени прослужит. Существующие решения, например, коррекции орбиты, связаны с принципом цепляния за магнитное поле Земли. Там три катушки вот такие. И позиционирование за магнитное поле. Большое вам спасибо за внимание. Я закончу. Хочу пожелать всяческих успехов Юрию Николаевичу и всем его сотрудникам. Дело-то, в общем, очень благое и перспективное. Позвольте вам представить тех людей, которые вот в президиум у нас вошли сейчас. Это Олег Алексеевич Рощин, пендидат технических наук. Он будет следующий доклад вести. И Владимир Павлович Поливанов, доктор геолога минералогических наук, академик, район, заместитель, директор, главный геолог государственного учреждения, которое называется Росгеоэкспертиза. А более полно я его представлю, когда он будет свой доклад читать. Так, Олег Алексеевич, пожалуйста, на трибуну кандидат технических наук. Олег Алексеевич Рощин. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник НИИ электрификации сельского хозяйства. Наследие Никола Тесла, новая энергосистема на планете Земля. Итак, товарищи, друзья, единомышленники, я хочу вам рассказать о том, что мы уже длительное время занимаемся разработкой идеи Тесла. Вы знаете много о Тесле, вытаскивают такие же поклонники, как и мы. Вот, только мы пытаемся вставить их, эти работы, претворить в жизнь, на базе которых уже в жизненных разработках можно, так сказать, популяризировать и внедрять идею Тесла. Потому что если приходишь сейчас в какую-нибудь сетевую компанию и говоришь о том, что вот резонанс вот Тесла, они относятся не совсем с доверием к нам. Так, у нас нет. Поэтому мы стараемся и работаем над тем, чтобы идеи Тесла воплотить в жизнь. Это очень сложно, несмотря на то, что, так сказать, элементная база позволяет это делать. Но, с другой стороны, у нас абсолютно нет финансирования. Но сельское хозяйство вообще не выделяет денег. Но, тем не менее, я хочу показать, сколько мы сделали и сколько предстоит нам еще сделать. В свое время Тесла сказал, что его поколение не доросло до его изобретений. Я хочу сказать, что наше поколение тоже, так сказать, немного продвинулось в этом понимании. Ну, не считая, конечно, вас и нас, и тех, кто является поклонниками. Вы видите товарища Абраменко. Он в свое время, Станислав Викторович, принес к нам в Институт электрификации сельского хозяйства эту, так сказать, эту идею, это предложение. Вот, ученые совет его заслушал, ученые поддержали. И мы стали заниматься этим. Это, например, с 92-го года следующий. Здесь Стрибков Дмитрий Семенович. Тот, кто поддержал Абраменко. И настолько проникся этим, что, кстати, целое направление выделил в Институте. Вот, сам большой поклонник. Ему удалось съездить в Штаты. Вот, когда рада Стринц, он был в музее. И Николай Тесла. Следующий. Вот это первые товарищи, которые, так сказать, продвигали в жизнь идеи Тесла. Некрасов, Вирютин, Стрибков и Абраменко. Следующий. В этом мы в лаборатории пытаемся создать высокое напряжение. Высокое напряжение. Это я и настоящий директор института, молодой специалист, грамотный, недавно защитил докторскую диссертацию. Леонид Юрьевич Юфилев. Ну, это чем занимается наш институт. Следующий. Здесь показано, чем отличается резонансная система, построенная на Диере Тесла, беспроводная современной системой. Дальше. Тут несколько пройдите. Ну, здесь информация по институту. На эту тему нами было написано две книги. Первая – это «Стребков Дмитрий Семенович и Некрасов». Более-менее фундаментальная книга о резонансной системе. И наша книга с товарищем Юфиревым, которая рассказывает, как, ну, немножко, конечно, теории. Ну, и рассказывает, что мы сделали больше 80 моделей, которые показывают, что, да, идея Тесла – это жизненно, это реально, это, так сказать, надо просто продвигать. Ну, здесь основные преимущества Тесла, они неоспоримы. Вот один из макетов, первый макет, который демонстрирует однопроводную, действительно однопроводную систему передачи электроэнергии. Значит, приемный, то есть передающий преобразователь берет энергию 220 вольт из сети. Вы видите, по одному проводу энергия проходит приемному преобразователю, и мы получаем на выходе 50 вольт, то есть 220 вольт, 50 герц, и работает кнопочка. Обыкновенная бытовая. То есть это действительно показывает о том, что можно передавать энергию по одному проводу, не в запкнутой системе. До сих пор многие не верят. Это куда мы внедряем уже нашу систему, ну, с большим трудом, с малыми инвестициями, но тем не менее, так сказать, энтузиазм наш. И мы это проводим. Значит, здесь мы показываем два кабеля, поскольку два кабеля принципиальной передачи электроэнергии. В данном случае пять проводов, это три фазы, ноль, земля, а у нас всего один провод. Но мы, так сказать, поскольку специально промышленность не выпускает кабели, которым удовлетворяли бы систему передачи электроэнергии по одному проводу, мы взяли обыкновенный провод телевизионный РК-75 и вот, так сказать, передаем его. В данном случае, вот один провод. И пять проводов. Тут наглядно видно, так сказать, в чем наше преимущество. И я скажу чуть ниже, значит, вот на этом преимуществе. Единственное, где мы так применили, это осветили парк в городе Астане. Ну, город Астана, вы знаете, возникнут степи, там все самое передовое, самое. И вот они, так сказать, решили сделать в центре парк имени Тесла, который был запитан однопроводниковой резонансной системой со светодиодами. И они же покажут, так сказать, воплощение в жизнь. Вот, кстати, это парк, это план этого парка. Объясняется система, значит, фонарь, кабель подходит, приемник, приемник преобразует в 48 вольт постоянного тока. Это необходимо для питания светодиодного светильника. Следующее. Ну, вот первый снимок, это фотография национальной библиотеки, где, около которой расположен этот парк, освещенный, по идее, Тесла. И в нем проходят конгрессы, всевозможные, так сказать, большие, так сказать, совещания. А рядом это вот уже, так сказать, освещение нашего парка. У него крыша, ну, стеклянная и постоянно, так сказать, меняется освещение, цвет. Следующее. Ну, вот в данном случае, вот, на том снимке вы видите мост, это резиденция президента. То есть, вот, на престижном месте мы сделали два. Это вот, что называется, в разрезе, приемник, передающие устройства, приемник. Значит, в том году, в конце года мы ездили в Сингапур. Сингапур тоже передавая такая столица, они заинтересовались. И вот мы им представили свою работу. Они были удивлены, что действительно по одному проводу внезапно в этой системе можно передавать электроэнергию. Сейчас ведут переговоры, чтобы, так сказать, мы помогли им у них это сделать. Вот, показывают, вот, однопроводные линии, они ее натягивают. Показывают, действительно, это однопроводные линии. Ну, и товарищ Юферев настраивает оборудование. Профессора, это, так сказать, комиссия, которая принимает, вот, и которая действительно поверила, что это однопроводная линия, и что она действительно жизнеспособна. Всевозможные, так сказать, сертификаты на эту работу. То есть, это не то, что, так сказать, мы, если в Киевгане, дальше. Значит, наша система не конкурирует с существующими системами по постоянному переменному току. Она ее дополняет. Вот по переменным токам 50 Гц или постоянным токам сложно запитать шары аэростаты. Сам по себе аэростат без электричества, он что-то ничего не значит. А если на него ставить аккумуляторы, то сложность туда-сюда гонять его, чтобы поменять аккумулятор. Поэтому мы им показали, что да, мы можем по тонкому проводу, вернее, не по тонкому проводу, а по кабелю, который держит аэростат, передавать энергию сколько угодно времени. То есть, это наш стенд, мы работаем. Это еще один вариант. Я показываю вам, что вот сколько наработано, что это все жизненно, что идеи Тесла, они действительно, их можно воплощать в жизнь, они жизненные. Элементная база есть, но денег нет. Все это, конечно, на нашем энтузиазме. Значит, нами заинтересовалась железная дорога, но, к сожалению, она настолько стала коммерциализированной, что они говорят, вы нам продайте, а мы вас купим. А вкладывать деньги в науку мы не будем. Значит, железная дорога сделана давным-давно, и проблема в ней, что электрооборудование не имеет, ну, торопились, быстро делали, не имеет резервного питания. А все-таки железная дорога, это сложно и ответственно. Делать второе резервное питание очень сложно. С нашей системой это, ну, в 10 раз дешевле. Вот мы проводим у них испытания. Пошли дальше. Они тоже восприняли, да, хорошо, все, но вы нам продавайте. А мы, к сожалению, научно-исследовательский институт, а не коммерческая организация, которая выпускает какое-то оборудование. Апты приема передачи. Следующий. Нам, опять-таки, заинтересовались Газпром. Ну, тоже коммерческая организация. Значит, у них какая проблема? Вдоль трассы стоят станции катодной защиты. Они небольшие, 3 киловатта. Но тащить линию ради этого, чтобы запитать станцию катодной защиты в 20 километров, это, наверное, десятка. Десятка сейчас 3 миллиона. Поэтому мы показали, что с нашей, так сказать, системой можно сделать это просто, дешево и красиво. Вот мы им сделали это приемное устройство. Там немножко такой нюанс есть, что станция катодной защиты питается от 380, преобразуется в постоянный ток, с постоянного тока. Опять в постоянный ток, но только 36 вольт и 100 ампер. Мы им предложили сразу постоянный ток и 100 ампер. Просто это преобразователь, это, так сказать, купили преобразователь, но мы сделали и такой же. Дальше. Ну, это они купили для нас, чтобы мы нагрузку мерили, что действительно такая мышца. Дальше. Много преобразователей. Дальше. Вот они нам представили сеть 380 вольт. Мы сели на один провод и продемонстрировали, что можно передавать по этому проводу по одному на 5 километров. Дальше. Вот так выглядит станция катодной защиты у них на нефтепроводе. Или вот так. Это я на их питаниях. Соответствующие акты. Вот оборудование дальше. Это такие простые схемы, просто удивительно, что люди не понимают, что это все просто, дешево и красиво. Где же самые преобразователи? Это не столько. Вот от меня слева, два справа. Трансформатор на 100 киловатт. Вот кто-нибудь представьте себе трансформатор 380 на 100 киловатт. И вот наш резонансный добровольный. Мы на нем получили при испытании мегаватт 600 киловатт. Ну, это мы, так сказать, на всех форумах, выставках. Это наша литература. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я себе 8 отлично. Пожалуйста. Мы тогда задавались вопросы. Почему Тесла убрал это соединение на получение бесплатной? И почему у вас не идет работа? Уважаемые господа, все вопросы в кулуарах, как у меня тут заведено. Может, я такой нехороший человек, так сказать. Спасибо большое. Спасибо большое. Александр Вианиминович Антипин, пожалуйста, на трибуну. Исследователь. Доступ к энергии нулевой точки. Пока он сейчас тут не начал, разрешите вам представить новых членов такого вот президиума. Начну с очаровательных дам. Только что к нам приехала проездом через Белоруссию из Ирана Татьяна Вячеславовна Бабрицкая, вам известная. Исследовательница, которая в прошлый раз великолепно выступала. Я знаю, кто-то в зале ее очень, так сказать, хотел с ней повстречаться. Пожалуйста, можно это сделать. Вот. Разрешите также вам представить с большим, так сказать, чувством удовлетворения. Ваен Павлович Поливанова, доктор геолога минералогических наук, академик Араен, заместитель и директор главного геолога, геолог экспертизы. Кто еще новый тут? Пока вроде больше нету. Пожалуйста. Сюда. Нет, я просто буду комментировать, чтобы и было слышно, и было видно. Так, презентацию, пожалуйста. Так, так слышно? Значит, нет, нет, не наследство. Те, 11.30 я за год. Значит, я, Антипин Александр Евгеньевич, предоставляю уважаемые коллеги, ну, здравствуйте, извините, что сразу не сказал, приветствую вас, доклад под названием «Доступ к энергии нулевой точки». Александр Евгеньевич просил сделать его несколько более научным, я, наверное, немножко перестарался с испуга, поэтому он такие две неравные части в нем есть. Первая такая более научная, хотя придется лететь галопом по Европам, потому что изложить все в удобно читаемом виде просто тут невозможно. И вторая такая, ну, треть, скажем, последняя, она такая с красивостями. Значит, вот эта заставка, которая выбрана для этого доклада, она не является просто простой картинкой, а она демонстрирует то, как может выглядеть, так сказать, ландшафт на планете под названием Земля лет через 50-100. То есть в воздухе плавают летающие острова, на них живут люди, и все прекрасно, и все хорошо. Следующий, пожалуйста. Значит, я для того, чтобы сказать, не представить свои, что называется, рекомендации, и откуда вообще растут ноги, я немножко два слова скажу о себе. Значит, я выпускник Московского инженера физического института, факультет экспериментальной теоретической физики, кафедра дозиметрии и защиты от излучений. Значит, поработал в КБУ Туполева, вот с этими красивыми самолетиками. Да. Потом в институте Курчатова, на вот такой машине, правда, на более... меньше по размерам. Это вот современное синхротронное накопительное кольцо, на котором проводится масса экспериментов. У нас было поменьше такое колечко диаметром метра три всего. Ну, это, так сказать, просто вот откуда выросли ноги доклады, которые вам, так сказать, предлагаются. Следующее. Теперь переходим к тому, как устроен наш мир. Наш мир, значит, я... Так как эта тема относится к квантовой физике, то нужно сказать, как с точки зрения квантовой физики устроен мир. С точки зрения квантовой физики мир устроен очень, так сказать, замысловато. То есть существует такой некий нулевой уровень под названием вакуум, вот, который все время все говорят. Вот вакуум — это вот это вот и есть, виртуальные частицы, которые находятся в своем, значит, энергии нулевого состояния, своего, вот то, что называют энергией нулевой точки. Значит, они находятся на нулевом уровне, который мы не ощущаем. Этот вакуум заполнен полностью. Но мы его не ощущаем в силу того, что мы находимся на следующем энергетическом уровне чуть выше. И нас тут, так сказать, существенно меньше, чем вот этих всех элементов. В данном докладе речь будет идти исключительно об электромагнитном поле, то есть фотоны и так далее. Поэтому, значит, мы здесь вот скажем так, что это фотонный вакуум, а это вот какие-то виртуальные фотоны, которые выскочили в соответствии с принципом неопределенности Гизенберга, значит, на какое-то мгновение из этого вакуума, и уйдут назад. Виртуальные частицы — это не выдумки. Вот, например, вот это демонстрирует просто такая картинка, несколько невнятная, но это иллюстрация к тому, как испаряются черные дыры с точки зрения современной теории гравитации и прочего. Что, значит, материя какая-то проваливается в черную дыру, а потом за счет туннельного эффекта, значит, вот эти виртуальные и прочие частицы выскакивают даже за шварц-шильдовский радиус и благополучно начинают существовать в нашей Вселенной. Вот это тоже просто, так сказать, некоторая красота. Это показывает то, как работают современные вообще физики в квантовой теории. То есть они рисуют вот такого, начиная от такого простого вида диаграммы, это диаграмма взаимодействия, значит, фотона с электроном, до вот такой каши. И причем вот эта каша, она не имеет конца, можно нарисовать сколько угодно любых разных линий с вот этими виртуальными всяческими частицами. И каждый, причем, для чего это делается? Что каждый вот такой узел, значит, где происходит взаимодействие, он математически просчитывается. И на сегодня выяснилась парадоксальная вещь, что квантовая теория поля, которая абсолютно ненаглядная теория, и которую, так сказать, зрительные образы невозможно представить, она самая хорошо вычислимая теория на сегодняшний день физики. То есть там можно вычислять до миллионного знака после запятой было бы, так сказать, желание и машинное время. Следующий, пожалуйста. Вот мы переходим, собственно, уже к теме. Это вот Генрих Казимир, который в 1948 году работал в компании «Филлипс», изучал коллоидные растворы. И в 1948 году он написал, значит, небольшую совершенно статью на две на три страницы, в которой описал эффект, который на сегодняшний день называется эффектом Казимира. Значит, в этом... Там была выведена им формула, значит, сил, возникающих при этом эффекте, о которой будет, я скажу, несколько позже. Я прошу обратить внимание только на следующее, что он здесь, значит, расстояние между вот такими пластинами, о которых, значит, эффект я расскажу, сейчас будет идти речь, что тут расстояние входит в четвертой степени. То есть, скажем, уменьшение расстояния в 10 раз увеличивает силу в 10 тысяч раз, а не как мы привыкли в 100 раз. То есть у нас вот гравитация и все прочее, это квадратичная зависимость. Следующий, пожалуйста. Эффект Казимира — это, в общем, очень достаточно такая простая вещь. Вот как я говорил вам, вакуум, была картинка с шариками, вот они постоянно выскакивают в наш мир, причем фотоны выскакивают совершенно разных энергий, всех, какие только возможны. И они, выскочив в наш мир, ну, где-то там летают некоторые расстояния. Это, значит, загогулины означают разную длину волны фотона. То есть, грубо говоря, вот это какой-нибудь рентгеновский фотон, а это, скажем, фотон видимого света. Эффект Казимира в чем заключается? Что если расположить вот так две вот эти пластины, ну, тут они фронтально показаны, то снаружи их фотоны виртуальные могут существовать любые, какие угодно, с любой длиной волны, и ударяясь в эти пластины, они, значит, производят какой-то эффект. А внутри, между этими пластинами, в соответствии с квантовой механикой, с принципами квантовой механики, существуют, только избранные могут существовать, значит, фотоны. То есть, те, которые укладываются счетное число раз ровно между этими пластинами. То есть, какое расстояние, какое вы раздвиньте эту пластину, значит, соответственно, такого рода набор фотонов и сможет там существовать. Вот здесь мы просто это видим, ну, так сказать, немножко сбоку. То есть, вот здесь разные фотоны, а здесь только одни. Здесь просто показан набор целочисленный, что ли. И поэтому эффект Казимира, как вы понимаете, заключается в очень простой вещи. Снаружи что-то давит, а внутри, так сказать, некоторый дефицит. Поэтому эти пластины схлопываются. То есть, эффект Казимира в этом и состоит, что это единственный известный эффект воздействия виртуальных фотонов на макротела, который заключается вот в том, что, значит, негравитационным образом притягиваются две пластины в вакууме. Следующий, пожалуйста. Здесь я просто демонстрирую сегодняшние экспериментальные успехи. Это, значит, сегодняшние эксперименты обширные объясняются тем, что нанотехнологии наши, наномашины и все прочее, как оказалось, подвержены вот этому эффекту Казимира. То есть, в чем он заключается? Что, грубо говоря, шестеренки слипаются просто-напросто, потому что каждая шестеренка в зацепе состоит из двух почти параллельных плоскостей, и она начинает залипать, и вот, так сказать, пытаются как-то это все убрать. Для того, чтобы это убрать, производятся эксперименты по просто изучению эффекта Казимира. Эффект Казимира изучается в геометрии на сегодняшний день, значит, плоскость и шарик, который притягивается между собой. Я прошу вот на это обратить внимание, что здесь он изучается именно как шарик и плоскость, потому что это нам потребуется чуть попозже. Две плоскости просто очень оказалось невозможно фактически ровно выставить и, так сказать, произвести какие-то эксперименты. Но были посчитаны, значит, соответствующие формулы умными людьми, и вот здесь показаны экспериментальные точки. Я тоже прошу обратить на это внимание, что это не единичное какое-то измерение, а это массивы измерений, сотен-сотен измерений того, как, значит, вот эти взаимодействуют таким образом все тела. Дальше. И вот тут мы переходим, собственно, к тому, что я и хотел сказать. Вот этой бы картинкой можно, в принципе, завершить весь этот доклад, потому что вот это и есть, собственно, способ доступа к энергии нулевой точки. Мы берем пластины, наклоняем их в букву В и получаем следующую вещь, что в силу того, что сила действует на пластину перпендикулярно ее поверхности, то, ну, здесь показано вот из одной точки, значит, она действует так. Если мы возьмем симметричную точку отсюда, будет действовать, значит, сила точно так же может нарисовать, но в эту сторону. И мы видим, что вот эти составляющие, на которые каждую силу мы можем разложить как вектор, они взаимокомпенсируются, но мы получаем два вектора небольших тяги. То есть вот такая конструкция, будучи собранной, значит, в соответствующем технологическом исполнении, начинает двигаться в сторону своего раствора. Причем двигается, движение это бесконечное, бестопливное и никогда не остановимое в любых средах и прочее, прочее, прочее. То есть это под водой, под землей, в атмосфере, в космосе, где угодно. Так, следующее, пожалуйста. Для чего вот я просил обратить внимание на то, что измеряется вот в такой геометрии сейчас эффект Казимира? Потому что возражением против вот предыдущей картинки является то, что говорят, что как между параллельными, эффект Казимира возникает только между параллельными пластинами, между, значит, уголком он возникнет, в принципе, не может. Но я обращаю ваше внимание, что, значит, геометрия проведения экспериментов, причем совпадающих с расчетами абсолютно точно, она в этом и заключается, что ни одного элемента, кроме вот этой нижней точки параллельного, значит, пластине не существует на шаре. Весь шар состоит, грубо говоря, вот из таких элементов, которые образуют некий уголок. И таким образом я, например, считаю, что такое, значит, возражение абсолютно не важно, и современные даже эксперименты, собственно, подтверждают, что такая конструкция как уголок должна двигаться. Так, следующий, пожалуйста. В таком случае, если действительно такая конструкция двигается, то, как вы понимаете, собирая вот такие уголки на какой-то панели, значит, собрав такую панель, мы получаем, значит, устройство какое-то, сборку, которая начинает просто сама по себе после сборки двигаться. Если мы... Причем я обращаю ваше внимание, как я вот говорил, что сила может быть получена в эффекте Казимира какая угодно, это зависит исключительно от расстояния между пластинами. Поэтому, в принципе, вот эта сила тяги, она, ну, в современной технологии, как там я скажу ниже, она, конечно, совершенно еще ничтожна, но, в принципе, она может быть произвольной, то есть вплоть до 10 же, до 100 же, до 1000 же, сколько угодно. То есть у нее теоретических пределов нет. Следующий, пожалуйста. Ну, вот механизм, который будет использовать такие панели управлением, ну, совершенно очевидно. То есть делаем две такие панели, когда они смотрят друг напротив друга, значит, устройство находится в неподвижном состоянии. Когда мы их поворачиваем в каком-то направлении, значит, они, соответственно, вместе с устройством начинают в этом управлении двигаться. Следующий, пожалуйста. Ну, вот это, собственно, принципиальная схема получения бесконечной энергии электрической. То есть мы берем генератор, генератор, электрогенератор, решаем ему на обод, значит, несколько таких вот панелей, и эти панели благополучно этот обод раскручивают и крутят вечно, пока у него не расплавились подшипники и вообще там все не развалилось, не разросло мухом. Следующий, пожалуйста. Значит, здесь просто приведен пример расчета, как, чтобы далеко не забегать фантазии какие-то, что мы имеем с точки зрения современной технологии. Просто вот существующая технология – это вот примерно вот эти две величины. То есть самая такая грубая – это ускорение примерно 1 см в секунду за секунду, а такая, ну, продвинутая технология – это примерно 0,2 см в секунду. Но я повторяю еще раз, что здесь это просто приведены как примеры того, что можно, ну, грубо говоря, получить прямо сейчас. А если приложить к этому какие-то усилия, то, значит, в принципе, ускорение, это ускорение не имеет верхнего предела теоретически. Конечно, понятно, что существуют какие-то практические ограничения там в связи с материалами, еще с чем-то, но теоретически можно создать, так сказать, получить вот такую панель ускоряющую с любой величиной ускорения. Следующий вопрос. Теперь вот люди тоже всегда скептически улыбаются и говорят, что это за вечный двигатель. Я вот показываю примеры таких же вечных двигателей. То есть вот то, что я рассказал о конструкции, это просто преграда, которая расположена в некоторой среде, которая перерабатывает, грубо говоря, движение этой среды в свое направленное движение. Потому что таких примеров мы видим бесконечное количество. Это и колесо мельницы, которую крутит поток воды, и ветряные мельницы, которые крутит ветер, и корабли парусные, которые прекрасно себя чувствовали сотни лет и плавали, не тратя ни копейки горючего, и перспективные солнечные паруса, которые тоже, в принципе, не планируют тратить ни грамма горючего, но летать между планетами, скажем, нашей Солнечной системы. Следующий, пожалуйста. Вот это я показал здесь вершину, можно сказать, нашей цивилизации, видимо, на сегодня, то есть космодромы. Это лунная ракета наша, которая так и не полетела. Это, значит, Буран. Это, если я не ошибаюсь, в Гвиане космодром. Это американский космодром и китайский. Ну, это действительно вершина цивилизации, потому что такие массивы железа, трубопроводов и всего прочего, ну, я не знаю. Как-то это действительно, вот как говорили предыдущие ораторы, выглядит это несколько варварски уже. То есть это слишком-слишком сложно, и, ну, не знаю, как-то это неестественно все выглядит. Надеюсь, что если, значит, предыдущее, то, о чем я рассказал ранее, такой движитель окажется возможным все-таки, а я хочу подчеркнуть, что это теоретическая, к сожалению, пока разработка. Практически эксперимент поставить, ну, на коленке, что называется, в домашних условиях, у меня так и не получилось, потому что оказалось, что нужно все-таки минимальное лабораторное помещение какое-то. То есть там небольшой хотя бы масляный вакуум и прочее, и прочее. Потому что в атмосфере все это, ну, к сожалению, не уловится. Ну вот, и как вы понимаете, вот это все космодромы и все прочее, это все будет, ну, я не знаю, музей, не музей, но реликт нашей эпохи точно. Следующий, пожалуйста. Это наши реальности, значит, наши станции, которые сейчас раздят космос, и наши мечты, фотонные ракеты. Ну, я не знаю, возможно ли фотонные ракеты, но мне кажется, что вот такой аппараты, которые вот будут построены, если это возможно, еще раз повторяю, на основе панелей, о которых я рассказал, они, конечно, имеют несравненно большую перспективу, чем фотонные звездолеты. Потому что фотонные звездолеты, там абсолютно нерешенная проблема как добычи антивещества, так и охранения, из чего делать зеркала и прочее, и прочее, и прочее. То есть я как-то, честно говоря, отношусь к этому скептически очень. Так, следующее, пожалуйста. Тут я, так сказать, немножко перехожу к тематике, которая всех интересует. То есть это, предположим, проект нашего звездолета, который рассекает где-то там туманность Андромеды. Но хочу сказать, что, значит, напомнить всем, что присутствуют вот такие вот вещи, значит, якобы натурные фотографии настоящие, которые говорят о присутствии таких же аппаратов в атмосфере Земли и прочее, и прочее, и прочее. К чему я это сюда, что называется, приплел? Потому что вот этот двигатель, о котором я сказал, он является идеальным двигателем, если он, естественно, довести до нужной тяги такую панель. Позволяет аппарату висеть в воздухе сколько угодно, там, годами, тысячелетиями, миллионолетиями, пока они не рассыпятся. Потому что энергия не потребляется, употребляется, она извлекается из, так сказать, вакуума. И в то же время эти аппараты, которые, если они, так сказать, продвинуты будут и будут сделаны на основе каких-то более высоких технологий, чем наши, они действительно будут обеспечивать то, что отмечается в разговорах о летающих тарелках. То есть мгновенное появление, мгновенное исчезновение, набор сумасшедших совершенно ускорений и прочее, прочее, прочее. Следующий, пожалуйста. Ну, и здесь мы переходим вот к обечным красивостям. Это последняя треть. Это просто то, как, в принципе, все может выглядеть, скажем, через 50-100 лет. То есть летающие города, летающие замки и прочее, прочее, которые спокойно висят, не потребляя ни грамма энергии в атмосфере, которые, так сказать, нужно один раз построить, один раз поднять. Все, после этого, так сказать, обслуживание, техническое обслуживание их с точки зрения полета больше не требуется. Следующий, пожалуйста. Ну, это вот тоже, просто я еще раз повторяю, всякие красивые картинки того, что вполне, в принципе, реально. То есть я не вижу теоретических, скажем так, оснований сказать, что такие вещи не могут быть сделаны. Я считаю, что они могут быть сделаны. И, в принципе, раз они могут быть сделаны, значит, они и будут сделаны. Следующий, пожалуйста. Ну, а это вот то, как, вообще, я так полагаю, что действительно лет через сто и будет все это выглядеть. Наша родная земля, когда внизу, так сказать, будут одни, наверху будут другие, и эти другие будут двумя другами летать над первыми. Следующий, пожалуйста. А это, так сказать, ну, тоже для красоты, скажем, дворец президента Российской Федерации в 2100 году, вольно парящий над Черным морем в момент отпуска. Следующий, пожалуйста. Но реальность, думаю, будет вот ближе все-таки вот к такой. Мне вот такие, так сказать, летающие острова нравятся больше, и я как-то к ним лучше отношусь. Следующий, пожалуйста. И напоследок, значит, я просто прочитаю скептикам, которые, потому что есть люди, которые штыки воспринимают, вообще всякие новости. Я вот просто зачитаю тут три буквально высказывания. Такой вот, например, лорд Кельвин, известный президент британского королевского общества, в 1895 году сказал, «Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны». Как мы знаем, он ошибся, ну, буквально там 10-15 лет, и уже, в общем-то, нужно было брать обратно. И насколько специалисты могут ошибаться по своей даже тематике. Вот, например, президент IBM Отсон сказал в 43-м году, что «Я думаю, что есть мировой рынок для пяти компьютеров. Я думаю, что в этом зале есть люди, у которых дома больше пяти компьютеров уже на следующий день находится». А в 77-м году такая компания ДЭК была, не знаю, существует сейчас она или нет, но на те времена очень известная. И, опять же, президент этой компании сказал так, что человеку не имеет никакого смысла иметь в своем доме компьютер. Ну, то есть, это демонстрация того, как люди могут исклонно заблуждаться. Поэтому я надеюсь, то, что я сказал, оно реально, но, к сожалению, я повторяю еще раз, нужно, безусловно, экспериментальное подтверждение. Эксперимент достаточно простой, но на коленке его сделать невозможно. Кого, кто интересуется больше, так сказать, более конкретно, такой, несколько более научной стороной этого вопроса, то есть, то, что я голубок по европам рассказал, это вот может почитать, есть, значит, две статьи, я опубликовал. Там это более-менее, так сказать, членораздельно и не очень сложно написано. Все, благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, я в прошлый раз все-таки забыл представить, даже не вот так вот, замылился у меня в глаз, представить члену президиума этого заседания, которое пришло. Это Валерий Иванович Волков, академик, и председатель резервной комиссии Академии Геополитических Проблем. Прошу извинить. Кроме того, значит, вот сейчас туда за сцену прошел еще один человек, ну, тогда я позже его представлю, даже два человека, вот сейчас не буду представлять. А с докладом, значит, попрошу выступить Владимира Анатольевича Ефимова, академик, Араен, профессора. Готовы? Называется так. Что первичнее, научно-технический или духовный прогресс? Что важнее, движение мысли в плоскости бытия или в вертикали истины? Я вас приветствую, коллеги. Мне очень приятно всех вас видеть, потому что здесь собрались те люди, которые, ну, являются вообще-то солью цивилизации. Она соль разная, крупная, мелкая, но соленая, потому что добыта своими спинами, своими, не скажу сейчас мозгами, потому что я давно понимаю, что мозг не мыслит. А мозг это является очень сложным, сверхсложным интерфейсом, который соединяет то, что мыслит, нашу душу, тот элемент жизни, который является, вообще-то, ядром и развивающейся, саморазвивающейся жизнь. Сегодня очень много интересных было сообщений. И вот сейчас просто великолепный, интересный доклад с некими прогнозами, что вот мы будем летать на этих островах, мы будем пользоваться вот такими великолепными достижениями науки. А в начале был выступление про снежного человека. Вот смотрите, какие колоссальные далекие как бы сообщения. Но я скорее склонен, что мы будем эволюционировать в сторону того снежного человека, а не в острова. Мы не будем эволюционировать в научно-техническом плане, потому что научно-технической эволюции. Она вообще-то вынужденная эволюция, исходя из того, что человеку, помещенному на земную поверхность, нужно развиваться. И развивается не его тело, тело антропологи уже давно доказали, что каким оно было, такое оно и есть. Но развивается человек именно духовно. Гений, гениус в переводе с греческого это дух, так вот все, что развивается, развивается только за счет гениальности, духовности человека. И она разная. причем в свое время я работаю в одной из интересных таких лабораторий, которые обладают энергоинформационными зондирующими технологиями. мы смотрели, просматривали распределение способностей людей в разных коллективах, в том числе и в масштабах стран по их способностям. так вот распределение будем так сказать общее интеллектуальное и не только вот такое мыслительное оно очень неравномерно распределено потому что на земле существуют развивающиеся люди которых являются центром их развития их душа сотворенная и вот все находятся на разных этапах своего индивидуального развития поэтому распределение способностей получается очень резко экспоненциальное очень мало людей мы знаем это наша гордость там да винчи тесла и так далее мы наберем их сейчас за нашу историю достаточно много но с точки зрения если мы сравним с миллиардами людей которые прошли через землю это доли процентов и вот это вот резкая экспоненциальная зависимость распределения способностей она как раз просто показывает что за одну человеческую жизнь которую человек проводит от рождения до смерти невозможно трансформировать в такие знания в такие прорывные видения в такие способности издревле люди понимали что мы живем не однажды но вот это вот понимаете знание для власть имущих для тех кто управляет странами очень вредно потому что не позволяет человеку человеком и вообще-то толпой управлять поэтому свободных там религиях индийских как говорит Высоцкий пел интересную религию придумали индусы можно жить множество жизней когда возникало христианство тоже реинкарнация присутствовала но потом было понято что это очень вредно ее отменили но нельзя отменить то как развивается вселенная нельзя отменить развитие человека и вот человек развивается за счет только своего духовного развития душа как сейчас уже есть и научные подходы к этому исследования она относится к нематериальному вселенскому проявлению мы развиваться можем только лишь силу своей так сказать недостаточности развития вселенского уровня можем развиваться только манипулируя нашим простым телом казалось бы вот я с руками с ногами с головой с глазами с моими органами чувств это все видно но на самом деле тело очень сложно тело это такая же вселенная ничуть не менее так сказать простая чем то что мы можем себе вообразить потому что мир он очень слоист мир состоит из множества качественных изменяемых слоев которые уходят в бесконечность вверх и вниз трудно воспринять бесконечность ее некоторые просто не могут воспринять но если понимаешь что эта бесконечность состоит из слоев в которых идет развитие от примитивного в этом слое до абсолютного в том принципе которое в этом слое существует то в процессе достижения этого абсолюта происходит просто качественный скачок и это сущность или это структура или это образование получает качественно новое возможности и переходит в следующий слой этой бесконечности разделенный вот такими слоями и в этом слое она становится по отношению к тем принципам развивающие все сущности в этом слое примитивной если здесь мы уповаем на бога который является нашим так сказать создателем творцом и вседержителем и все его воля притворяется то это абсолют нашего пространства нашего нашей вселенной и вот он развивается за счет вас каждого из вас потому что ваше сознание ваш дух это его частица сотворенная для чего а для того чтобы в распределенном состоянии дав каждой частице свободу выбора и саморазвиваться в том направлении в которое вот душа так сказать стремится можно обеспечить вот такое гигантское сверх распределенное сверхразвитие и вот таким образом каждая частица саморазвиваясь с индивидуальным выбором трансформирует вот это мыслительное наполнение которое мы можем говорить называть там богом высшим разумом информационным пространством но это так вот это все развиваться будет каждый из вас в свое время хотя время для нас существует а для пространства для физического вакуума и так далее его там нет вообще когда человек обращается к своей душе в любом возрасте я могу сто процентов сказать если спросить у каждого из вас вы не чувствуете возраста своей души вы находитесь в состоянии ну относительно что ли когда вы ребенком были вы чувствовали себя как бы ребенком но когда мы вырастаем и становимся уже зрелыми мы просто ощущаем свою вот эту неискажаемую молодость и она у нас есть вот она душа она безвременна потому что проходя через эту жизнь где стареет только тело почему а потому что это надо потому что мы еще на нашем уровне развития земляне или те сущности которые помещаются в земные условия еще не достигли тех творящих возможностей когда мы одной мыслью можем что-то менять да у нас на земле были такие люди и они известны почти в каждой стране вот в Индии например известный Саи Баба он мог мгновенно для своих поклонников или там заинтересованных материализовать любой предмет по желанию и такие люди есть то есть они могут с силой мысли соответствующими непонятными для подавляющего большинства технологий рождать материю из ничего но в большинстве мы этим еще не обладаем поэтому для того чтобы что-то создавать творить нам приходится пользоваться нашим телом руками и органами чувств которые могут взаимодействовать с окружающей средой и ее трансформировать а для чего это потому что а впереди идет мысль мысль она сначала рождает идею мысль правда уже размышления мысль приходит извне потому что человек не является вершиной всей вселенной как еще многие считают и во все предыдущие времена это было вообще концепцией и даже недавно мы знаем что Мичурин бросил такой вызов что не ждите не надо ждать милости от природы взять у нее все это наша задача понимая что мы как бы цари мы властелины природы ничего подобного мы развивающиеся маленькие микрочастицы самопознающие и саморазвивающиеся в этой природе так вот мы можем пока что-то менять за счет того что берем ресурсы окружающие нас природные и не только природные потому что мы сейчас окружены уже ресурсами которые переработаны нашими руками через технологии созданные машины созданные материалы созданные какие-то устройства что-то и из этого за счет творческого подхода мы можем опять что-то делать другое а это все развивает каждого и в то же время дает вклад следующему потому что нельзя развиваться если ты не отдаешь плод своего развития другим попробуйте перестать обмениваться своими достижениями все человек начинает деградировать это главный принцип если ты развиваешься ты должен отдавать если ты начинаешь брать то ты начинаешь деградировать поэтому вот самый сейчас большой рак духовный рак на земле это общество потребления которое бурно развивается на западе и захватывает все больше и больше и больше стран почему так к России относятся с той стороны а потому что мы оттеняем их вот этот подход который мы не позволяем низвести личность до состояния извините скотин который можно управлять через маркетинговые технологии через то что можно привить человеку все что угодно и он будет как говорится уже бессознательно к этому стремиться поэтому вот эти все колоссальнейшие духовные ущербные процессы которые сейчас испытывает часть человечества на западе когда права человека это абсолют хотя ведь понимаете права не могут быть без обязанностей но обязанности выведены за скоб и это любое когда противоположности разрываются мы теряем возможность понять как эта вещь развивается поэтому когда вы занимаетесь наукой творчеством или какой-либо деятельностью если вы хотите достигнуть самых высоких вершин в своей области вы должны понять какие противоположности в этом процессе который вы занимаетесь участвуют и как они друг с другом взаимодействуют все мышление построено именно на этих принципах мне повезло по жизни я вообще себя с самого детства пока себя помню я всегда считал себя счастливым человеком я всем говорил да я счастливый у меня все получается все хорошо все прекрасно в свое время шаля с мальчишками еще до школьного возраста мы бегали по канавам выкопанным для газопровода и меня завалило песком он просто замкнулся над моей головой я был погребен но вот это вот понимаете то что каждого человека есть ангел-хранитель и это позволяет ему из любой ситуации если ему еще не время он выберется он выйдет из этой ситуации ему помог так вот у меня таких ситуаций было очень и очень много вот сейчас выступал прекрасный лауреат всего и всего и гордость нашей России он говорил что тоже проходил там через клинические смерти у меня были эти тоже явления своего на своем пути управляемые причем понимаете мы все боимся смерти потому что не понимаем что такое жизнь потому что жизнью никто не занимается церковь она не занимается жизнью школа не занимаются институты нет научные академии тоже потому что они занимаются материей они занимаются вот этим как бы принципом что человек это высшее и самое главное поэтому переходить из нашего материального мира где все ограничено где мы временны где мы только лишь для того чтобы подкачать новые знания и приобрести какой-то еще небольшой опыт если это осознанно это будет эффективно а так большинство ведь живут если исходить из этой экспоненты живут существуют но это идет процесс накопления еще жизнь еще две жизни еще пять еще десять двадцать и вдруг начинает возникать вот это ощущение осознанности к своим поступкам к своим каким-то действиям и это все будет происходить потому что каждая сущность каждая душа развивается по законам развития мироздания я я уверен что в ближайшие десятилетия эти знания будут доступны если раньше ссылалась вся наука и даже не то что наука а все человечество как на источник это было Библия Святые Писания да они на какое-то время дали возможность человечеству в какой-то степени гармонизироваться ну разве те заповеди которые там вложены помогли нашей цивилизации не проводить крестовые походы нет войны и так далее все эти беды но это все вовне но то же самое происходит внутри каждого человека а ведь внутри мы отражением того что есть снаружи хотя мы наружное ничего не понимаем и вот поэтому я могу утверждать и не просто это из головы а из достаточно большого уже опыта что действительно первичным является развитие нашей души которая нематериальна представьте себе мы здесь находимся в материальном виде это как вот дерево корни в земле а еще кроме корней есть ствол который в воздухе находится а там еще крона и эта крона уходит к солнцу и корни не знают что делают листья а листья не знают что делают корни наши клетки нашего организма их около ста триллионов не подозревают что они находятся в каком-то материальном объекте связанным живым объектом и которое настолько согласованно работает что все выполняет определенную функцию каждая живая сущность объединенной в определенную систему работает на определенную функцию и вот мы каждый человек имеем свою функцию не все это понимают но когда мы начинаем ощущать вот эту миссию тогда у нас начинается ускоренное развитие тогда мы идем и стремимся получить знания тогда у нас появляется учителя потому что есть такой принцип человека ничему научить нельзя человек может только научиться сам если захочет и вот тогда возобя свое желание он найдет учителя который будет или в виде книги или в виде обстоятельств или в виде человека или чего угодно но он начнет сосредотачиваться а главное нужно сосредоточиться мы большинство людей живут рассредоточенно семья работает все не так ведь понимаете я смотрю Александр Евгеньевич уже нервничает время понимаете друзья тема настолько гигантская вы понимаете она такая же бесконечная как вселенная я могу часами днями сутками об этом говорить потому что все подобно что вверху то и внизу что внизу то и вверху поэтому если вот до этого доходишь то начинаешь становиться человеком с большой буквы а когда не дошел еще ты просто человек его тоже надо уважать все мы разные и все мы ценные потому что все мы созданы в бога уважаемые коллеги Владимир Павлович Поливанов сейчас будет выступать я его сейчас сидите пока еще сидите я его в некотором смысле даже два раза представил как доктор генеолога миниологических наук как главного эксперта Росгеоэкспертизы но мне бы хотелось два слова сказать еще значит это настоящий государственник это настоящий патриот не на слова а на деле достаточно напомнить вот так сказать трудовой путь который включал себя студент золотый искатель президент колымской горнорудной компании Апсакан председатель консорбциума золотой мост вице-президент национального фонда стратегические ресурсы России губернатор Амурской области а также вице-премьер правительства Российской Федерации по линии Росимущества хороший был руководитель Росимущества но продержался недолго не в ту среду попал это понятно вот но тем не менее и последующая его так сказать деятельность теснейшим образом теснейшим образом повторяю недавно он с инициативой совершенно обалденно выступал в Академии наук в Росатоме и так далее вот продолжает свою деятельность на благо отечества и вот сегодня его доклад ФРС и новый ледниковый период тоже посвящен этому Водородная эра земли поменял значит Водородная эра земли вы значит убедитесь в том насколько это важно и насколько опасно незнание пусть оно вот это знание или там утверждение кажется фантастическим бредом там и что-то но лучше это знать чем совсем не знать пожалуйста Ольга Павлович Добрый день всем то что я скажу сейчас это в принципе ближайшее десятилетие истории развития земли я не зря использовал такого общающий геологический термин эра следующую лучше бы я сам конечно двигал следующую следующую так следующую давайте значит на чем это базируется я 15 лет контактирую общаюсь работаю вместе с изобретателем вот этого самого термина водород водородная дегазация земли профессором Лариным который блестяще развил воззрение еще одного гения английского астронома Хойла который предположил что существует не надо дальше вернитесь назад а вот это вот который предположил что преобразование земли солнечной системы главное это электромагнитное поле это первичное не было и потенциал ионизации дальше он не пошел Ларин пошел дальше он построил зная состав земли солнца ну относительно зная но зная состав луны он построил вот эти три графика оказалось что земля и луна которые расположены на одном расстоянии от солнца примерно практически никакой зависимости в распределении элементов нет зато уже земля солнца и земля пояс астероидов практически показали линейную зависимость дальше он вычислил состав земли следующее оказалось и вернул водороду его законное место я особенно на теории останавливаться не буду есть прекрасная книга она есть в интернете наша земля Ларина там в научно-популярном она есть и в научном и в научно-популярном виде рассказано все что касается расчетов так вот водород который в космосе занимает 88 процентов на земле занимает до сих пор по воззрению многих геологов всего 1 процент на самом деле его 60 процентов строение земли принципиально разное по сравнению с тем что предполагает большинство ученых опять же не буду на этом останавливаться меня интересует практическое воздействие водорода на практический развитие цивилизации дальше это показано по принципу накопления водорода в земном ядре дальше это перистые облака дальше так и почему вообще-то эта теория сейчас для меня абсолютно очевидна это не гипотеза это теория с появлением космических снимков с появлением специальных спутников которые изучают землю с появлением дистанционных методов с появлением компьютерных технологий и так далее со всем тем что является сейчас обыденностью практически любой желающий дальше покажу сможет назад сможет убедиться в том что водород в самом деле существует значит он идет в гигантских количествах по трем основным каналам по серединным океаническим хребтам по вулканическим поясам по континентальным рифтам и начал последнее время выходить просто на равнинах платформ дальше вот срединноокеанические хребты то есть еще 50 лет назад эта картинка теоретически была невозможна поскольку не было таких технологий сейчас эта картинка возможна дальше океанические вулканические пояса где водород извергается в немыслимых количествах Монт-Пелле выбросил водорода 100 тысяч кубических километров что в десятки раз превышает объем ежегодной общепланетарной добычи дальше при излишении гавайских вулканов передически возникает большое пламя это туристический аттракцион который горящиеся столбы водорода высотой до 200 метров вулкан Шевелуч на Камчатке в 54-м году выбросил столб огня высотой 20 километров этот же вулкан практически был чудовищной силой глыба весом 2800 тонн была выброшена взрывом на расстояние 2 километра вулканические бомбы весом 500-700 тонн летели на 10-12 километров поставок был водородным вулкан Толбачик который в 75-м году это Камчатка все туча пепла поднялись на высоту 18 километров протягивались по ветру на 1000 километров также было горящее пламя также горел водород дальше самое крупное извержение в истории человечества вулкан Тоба который чуть было не угробил человечество 74 тысячи лет тому назад этот взрыв по сути уменьшил привел к возникновению эффекта который сейчас называется ядерная зима в принципе это и вулканическая зима интенсивность солнца на земле уменьшилась где-то в тысячу раз даже в полдень солнце светило как полная луна естественно температура земли упала на 10 градусов и из миллиона человечества осталось где-то 2000 у специалистов этот термин называется бутылочная горлышка цивилизация имела все шансы исчезнуть именно все 4000 лет тому назад здесь также водородный взрыв бы имел решающее значение кальдера гигантская супервулканы которые периодически взрываются они также в основе имеют водородные взрывы дальше восточно-африканский континентальный риф прекрасный снимок из космоса я работал в пределах Эфиопии вот этот риф исключительно красивый интересен здесь тоже эти места извержения водорода постоянной подпитки водородом земли дальше сейчас вот я прихожу к определяющей вещи которая по сути будет возможно любой может убедиться что это реальность космические снимки Омская область по сути вот эти вот пульсы это выходы водорода заполненные водородными озерами дальше водородные озера Кустанайской области это идеальные круги в народе их всегда называют чертовыми ведьмиными прочими болотами поскольку здесь даже рыба не зовет поскольку сероводород поскольку кислоты дальше Каролина Бэйша то же самое дальше по всему миру я привел считанные Австралия любой желающий может взять в гугле вот эту вот точку и убедиться что вот эта вот полоса по сути выведена из строя водородной дегазации которая началась активно примерно 200 лет назад но существовала все время 4 километра ни много ни мало естественно здесь уничтожено все что можно было уничтожить дальше великолепное водородное озеро в горах Эман-Тау Северный Казахстан просто идеальный круг дальше эволюция структур дегазации в Австралии вот это вот очень интересная вещь его в народе известно как кротовины в районе города Электросталь Московская область целые поля заполнены этими кротовинами кроты вы съели друг друга если бы они были в таком количестве это то что можно назвать водородными вулканчиками то что грязевые вулканы водород здесь измерен водород здесь выходит и сейчас высота где-то метр полтора и на ста квадратных метров иногда несколько сотен вот этих на каждом метре вот такой вулканчик в районе электростали существуют вот такие поля дальше вещь которую я долго не мог понять я люблю Байкал это одно из самых лучших озер я бывал там десятки раз и вот эти вот жуткие совершенно взрывы которые периодически возникают никаких объяснений не было но они легко объясняются выбросами водорода диаметр вот этих колец до 6 и более километров они практически каждый год в той или иной мере возникают я не все привел практически в разных местах то есть Байкал в активной рифтовой зоне это как раз здесь активно нефть извергается нефти причем 4000 тонн в дно Байкала выходит каждый год это подсчет лимонологического института в Иркутске нефть что самое главное не уничтожает кристально чистую воду Байкала поскольку это открытие последних 10 лет нефть таких количеств поскольку существуют микроорганизмы которые съедают эту нефть и не дают ей распространяться она прямо на дне съедается дальше самая тяжелая последствия водорода вот эти вот жуткие взрывы это взрыв который был в 2014 году это десятки тонн тротилового эквивалента Ямал вот он водород здесь померен он и сейчас продолжает дегазировать эти взрывы обнаружены были на полуострове Таймыр вот эти вещи я думаю гораздо больше он никому не повредил поскольку здесь никто не живет это тундра и он прошел почти незамеченным дальше очень интересно пресловутые озоновые дыры пресловутая озоновая угроза это не более чем как выдумки предпринимателей которые дюпоны инициировали киотский протокол поскольку они заменили у них был хладагент отлично от фреона они доказали попытались купив СМИ доказать что озоновая дыра это следствие человеческой деятельности нужно срочно менять фреон который якобы разрушает слой озоновый он в самом деле защитный на самом деле все гораздо проще идет гигантский выброс водорода на десятки сотни километров он пробивает практически все озон превращается в кислород естественно дыра возникает вот она синяя и превращается в H2O которая замерзает отсюда эффект перистых облаков на высоте 150 километров не может быть облаков но они есть поскольку здесь существует вода которая образуется и превращается мгновенно в лед сейчас у нас в этом году буквально в январе в течение месяца существовала жуткая озоновая дыра самая большая на планете Земля существует несколько озоновых спутников которые практически в ежеминутном ежечасовом режиме мониторят поверхность Земли и исследуют именно эффект озона так вот здесь вот месяц существовала немыслимая озоновая дыра радиация была повышена к счастью здесь никто не живет особенно никто не живет потому что в самом деле там где существует озоновая дыра их больше всего на Антарктиде сюда сходятся все срединоокеанические разломы и вот у нас вот эта часть она одна из самых озонового несущих сейчас она исчезла затянулась как антарктические то есть постоянных озоновых дыр нет озоновая дыра это результат выброса залпового выброса водорода к возникновению озоновой дыры человечество не имеет ни малейшего отношения все эти климатические разговоры это не более чем попытка торговать воздухом которая успешно осуществляется поскольку киотский протокол привел к торговле квотами и часть квоты эти продаются сейчас так сказать парижское соглашение пытаются подписать если Россия его в том виде подпишет это практически будет хуже чем наше вступление в ВТО дальше очень интересный механизм борзования перистых облаков перистые облака на картинах художников появились где-то 200 лет назад тогда из штуала кубистов и прочих сюрреалистов они что видели то и рисовали малоледниковый период например который был 400 лет где-то с 1650 по 1850 год на картинах именно художников показана замерзающая темза замерзшие каналы Нидерландов и так далее и вот эти же художники впервые где-то в середине 19 века нарисовали совершенно непонятные и до сих пор во многом непонятные облака которые образовались на высоте 100-150 и более километров это не более чем разрушение озона в результате выброса водорода возникает кислород вода лед облака дальше дальше районы активной дегазации водорода я привел только некоторые их гигантское количество вся земля сейчас в той или иной мере является именно покрыта этими районами русская платформа или русская равнина платформа геологический термин практически существует в районе Москвы вот гигантское количество выделяющегося водорода в районе Воронежской и Липецкой областей в районе Татарстана в районе Белого моря до него не дошел дальше Флорида практически вот эти вот водородные озера повсеместны дальше Каролина Бэй штат Каролина в другом режиме но вот эти чтобы кольца отчетливо виднелись дальше Ханты-Мансийский округ Кагалым Протловие водородные озера дальше вот эти исключительно интересные вещи в степи в районе Армавира ни с того ни с сего стали расти озера рек нет осадки не позволяют озера растут каждый год они возникли где-то лет 15 назад со временем они соединятся не всякого сомнения это просто здесь район выхода водорода образуется вода которая подпитывает эти озера уничтожаются пашни об этом я дальше скажу и здесь возникнет идеальное круглое озеро может быть через 10 может через 15 лет хотя никаких атмосферных гидрогеологических предпосылок для его возникновения нет с точки зрения старых теорий дальше вот моя любимая область любимая в том смысле что здесь лучше всего видно и это рядышком действия водорода водород здесь практически лунный рельеф это бомбардировка луна примерно в таком виде выглядит район грязи легко запоминается любой желающий набрав в гугле грязи Липецкая область получит вот эту картинку здесь сотни тысячи вот этих вот вещей уничтожаются активно пашни об этом я расскажу дальше поехали дальше уничтожи в этой связи практически я масса выводов из этой теории но я остановился только на практических аспектах самое главное взрывы водорода они несут максимальную угрозу поскольку они могут быть я дальше покажу буквально разрушающими они могут возникнуть везде уже возникали они просто их нужно знать их нужно мониторить за ними надо следить и эту угрозу нужно обязательно рассчитывать второе водород уничтожает пашню уничтожает пашню за год-два поскольку гумус водород подымает сверх по сути это же рождающий воду но он же и рождающий кислоты любая кислота в соединении с хлором H2S и так далее HSO4 H2SO4 то есть практически любые кислоты содержат водород и какой-то элемент который всегда есть по пути его движения поэтому в этих озерах не живет рыба и пашня уничтожается за пару-тройку лет эти измерения лариных многочисленные на них даже не останавливался водородная дегазация это второе очень тяжелое последствия многократно уничтожает карст карст это известняки которые в обычной ситуации в течение тысячелетий размываются водой возникает карстовый так называемый рельеф в инженерной геологии известняки являются коренными породами они устойчивы они до тысячи лет в принципе могут держать фундамент от зданий но если в этом месте идет водород идет водородная дегазация то известняк превращается в ничто в рыхлую породу в немогущую нести нагрузку зданий буквально за 3-4 года и поэтому строить по крайней мере небоскребы в районе развития карста и движения водорода теоретически нельзя поэтому водородная дегазация это та вещь которая может привести к любым последствиям дальше взрывы самая страшная последствия Ямал Байкал Рязанская область дальше Ямал и Таймыр дальше в городах интернет пестрит вот такими совершенно загадочными картинками которые никак не объясняются великолепный взрыв великолепная воронка в Ватемале я надеюсь что люди здесь не погибли она просто идеальная Канада Квебек Китай Гуанчжоу и Китай Ханань дальше но вот два случая которые по сути показали чудовищное влияние вот этих взрывов на нашу цивилизацию даже повезло 12 апреля 91 года Сасова Рязанская область вот видите это Сасовский взрыв сейчас вот бензонефтехранилище 400 метров всего если бы взрыв произошел вот под бензонефтехранилище 40 тысячный райцентр в Рязанской области был бы просто уничтожен это случай сберег Сасовчан просто случай взрыв произошел ночью когда все спали взрывом было уничтожено практически все стекла выбиты взрыв сорвал канализационные люки эти люки носились десятки раненых к счастью ни одного убитого поэтому объяснили черт знает чем оползнем хотя какой оползень в степи и потихоньку забыли дальше но значительно более тяжелый я практически уверен в этом и свел Сасовский и Чернобыльский взрывы вместе одни и те же предпосылки низкочастотный гул затрясли стены произошел первый и второй взрыв произошел мощный взрыв землетрясение и там и там это землетрясение военные станции зафиксировали но в 97-м году обратили внимание затем последовал в Чернобыле два взрыва перед аварией наблюдались оптические эффекты и свечения то же самое то есть абсолютно одно и то же в Чернобыле и в Сасово Сасово повезло нам всем и Чернобылю не повезло Припять была эвакуирована за несколько часов это 47 тысяч жителей и это область гигантская там несколько десятков тысяч километров выведены из оборота и стали непригодны для жизни дальше поэтому первое что я сделал обобщил всю эту информацию провел совещание в Росатоме в службе безопасности поскольку три атомных станции на территории русской равнины российской платформы подвергаются сейчас водородной атаке Калининская ближайшая к нам давайте на ней остановимся потом пролистаем значит если представить что взрыв произошел бы не в Чернобыле а в Калинине Тверь то практически то облако всего тут 200 километров пришлось бы эвакуировать Москву и Московскую область поскольку русская цивилизация развиваться бы уже в том виде в котором она развивается не смогла бы дальше Нововоронежская Курская АЭС также имеют все признаки водорода который здесь активно дегазирует дальше и здесь практически все все окрестности Нововоронежской АЭС вот этих водородных дырах значит мне удалось убедить руководство Росатома в лице его службы безопасности что это серьезная угроза я послал туда авторов теории Лариных сын Ларина также активно проповедует он вооружил их необходимой аппаратурой обучил людей которые производят мониторинг вернемся на две штуки на два Калининская она практически наиболее угрожаема и наиболее опасна все опасны на русской подпорте но это особенно поэтому здесь начат постоянный мониторинг водорода как вы меряете это уже технические детали если будет где-то водород скапливаться здесь единственное и я думаю наиболее действенное средство спасения это бурение водорода выводных скважин которые просто не дадут возможность скапливаться водороду под каким-то водородоупором и не приведут к взрыву поэтому за атомной я пока спокоен дальше взрывы взрывы в москве вот они идут за москве речь идут с регулярностью 1987 большая полянка школа 583 старомонетный переулок взрыв и вот здесь три взрыва произошло в 20 веке доходный дом разлетелся на куски булочная взорвалась и самая большая трагедия в 67 году произошла когда погибло 147 человек но в 67 году это СССР у нас не было и не могло быть по определению несчастных случаев поэтому эта информация нигде не освещалась сейчас к счастью здесь разбили скверик эти две вещи объяснили вообще никак не объясняли а это объяснили взрывом газа здесь газа не было в 19 веке и в 32 году это объяснили газом и забыли но на всякий случай поскольку это место взрывалось трижды расположили здесь скверик который даже если взорвется ничего страшного дальше да и вернемся назад буквально в этом году произошел Балтийская 12 вот этот водородный взрыв жертв не было поэтому тоже все что непонятно все что не укладывается объясняется взрывом газа это Москва Балтийская 12 так же Москва на 12% состоит из коренные породы Москвы в 12% случаев представлены известняками поэтому любое строительство небоскребов я привел здесь Москву-сити на известняках без мониторинга водородной угрозы теоретически недопустимо если не дай бог здесь будет проходить выход водорода по сути будут уничтожены фундаменты и эти небоскребы рухнут в любую секунду кстати эта ситуация сейчас наблюдается на Украине Ровенская АЭС построенная на известняках украинцы регулярно закачивают жидкое стекло поскольку фундаменты энергоблоков начали рушиться и они таким образом спасаются от катастрофы но это палеотив я им еще не говорил об этом надо как-то их проинформировать что там нужно бурить водовыводные скважины но надеюсь что Росатом по своим каналам все-таки проинформирует украинскую сторону об этой угрозе для Ровенской атомной станции дальше уничтожение чернозема в Липецкой области вот в принципе вот это обеление оно изучено всеми мысленными способами оно изучено полевыми экспедициями оно изучено камеральным путем лабораторным в течение двух лет практически земля исчезает дальше по сути Курганская область это же все поля я думаю через 5-10 лет этих полей не останется уже 30% пашни Курганской области в этом районе уничтожено вот этими бесконечными озерами дальше лес Ларины как раз уже в течение 11 лет наблюдают в районе электростали это самый опасный полигон водорода в Московской области вот что было 2002 год вот что стало в 2004 году я не стал приводить 2014 сейчас там озеро которое по всем канонам жанра превращается в среди леса возникает очередное ведьминое озеро абсолютно круглое оно расширилось резко надо будет в следующий раз привести все 4 картинки дальше дальше поэтому выходы водорода почему водородное будущее мира по сути водород кроме угроз несет целый ряд положительных моментов это во-первых неисчерпаемое горючее водород рождающий воду но он же рождающий нефть и он же рождающий газ сейчас я об этом скажу подробнее поэтому мы становимся свидетелями начала новой эры дальше есть в геологии нефти до сих пор господствует органическая так называемая гипотеза по которой вся нефть и газ образовались за счет разложения органики бред упорнее замечаются случаи когда бритиш-петролиум например разведывало месторождение тайбер на глубине 10,5 километров гигантское месторождение нефти где органики теоретически никогда не было и температура 600 градусов месторождение белый тигр случайно открыто во Вьетнаме одно из крупнейших в мире полностью расположено в гранитах где органики никогда не было более тысячи месторождений в том числе 25 уникальных уже разведано в мире 7% мировых запасов нефти и даже 25% мировых запасов газа но старая теория просто так не умирает как говорил Эйнштейн она умирает только когда умирает последний крупный представитель поэтому будем бороться с тем чтобы эта теория пробилась я поэтому здесь выступаю чтобы идея в конце концов владела массами причем не самыми плохими массами а солью земли я согласен с предыдущим оратором здесь собран интеллектуальный цвет России дальше так вот можно сказать основа нефтяной индустрии мира страны Персидского залива посчитано что если бы даже вся органика превратилась в нефть и газ то можно было бы объяснить в этом районе только 7% от тех запасов что уже добыты и разведаны 93% просто нет органики но сторонники в полном соответствии с Егелем если факты против теории тем хуже для фактов это просто замалчивается и ситуация обходится стороной дальше водород и метан практически выходят на дни океана эти случаи достаточно известны и они сфотографированы зарегистрированы в Калифорнии с одного участка вот я привел специально 11 тысяч литров нефти в сутки этот источник под данным открывшего ванковера действует более 10 тысяч лет то есть я так прибросил любой может перебросить за это время здесь оборвалось 40 миллионов тонн нефти всего за 10 тысяч лет то есть нет древней нефти вся нефть современная ей максимум 20-30 тысяч лет в Ларине измерили более 10 тысяч выходов просто водорода его тяжело мерить для этого специально нужна аппаратура поскольку он мгновенно уходит вверх превращается в что угодно в воду в кислоту но они изобрели эту аппаратуру я здесь привел водород в Каролина Бэй и водород в Лебедская область этих рисунков тысячи дальше я счел возможным нарисовать главный основной нефтеконтролирующий разлом мира сюда попали все наши сибирские татарские ближний восток и я думаю что мы на пороге новых гигантских открытий нефти если это теорию сейчас взять за основу в Судане Эфиопии Танзании и частично даже в Мозамбике поскольку пояс простирается сюда в Судане нефть уже обнаружена Эфиопы они долго запрягают но когда они поймут что нефть у них это реальность я думаю там она также будет обнаружена дальше наша вечная нефть Самотлора Самотлор это крупнейшее месторождение нефти России открытое в советское время если его оставить в покое на 10-15 лет сейчас там дебит всего 7 тонн вообще то есть оно на грани исчерпания оно восстановится через 7 лет и снова можно будет его эксплуатировать дальше пример поставила так сказать человеческая история на базе грозненских запасов нефти в 1893 году нефть в районе Грозного вот она здесь выходила на поверхности была открыта она начала эксплуатироваться тогда же и была по сути исчерпана до Первой мировой войны затем мировая война гражданская война 8 лет никто здесь нефть не добывал когда подошли оказалось что нефть восстановилась и по дебиту и по качеству и ее уверенно добывали до Второй мировой войны тоже исчерпав там не очень большие запасы когда в 1947 году снова вернулись к этой нефти оказалось что она восстановилась и по дебиту и по качеству и ее добывали до третьих чеченских войн которые уже в наше время 1994 год и 2002 8 лет здесь шли бои нефть никто не добывал она настолько хорошо восстановилась что начала просачиваться наружу как в 1893 году ее сейчас опять добывают что она говорит в принципе нужно менять полностью подход к добыче нефти и газа то есть как выращивают лес вырубили лес далее засадили новым через 50 лет или там через 30 лет вырастает новый лес то есть так же выработали нефтяное месторождение дали ему возможность пополниться особенно в районе там где активно действует водород и снова можно качать есть три примера таких кроме Грозного которые показывают что этот механизм работает второе по значимости ромашкинское месторождение нефти в Татарстане в ГКЗ это государственная комиссия по запасам было защищено 700 миллионов тонн нефти комиссия работала в советское время но они практически занижали запасы никак не заважали отработано уже 2 миллиарда тонн то есть она трижды превысила защищенные запасы Шибелинка крупнейшее газовое месторождение в Харьковской области которым до сих пор держится и Харьков и вся эта округа севера Украины Слобожанщина так называемая уже трижды также три раза восстановилась по отношению к защищенным ГКЗ запасам поэтому как только эта мысль овладеет нашими чиновничьими массами просто нужно менять технологию добычи нефтяных месторождений не брать семитонный самотлор что такое всем тонн это практически ничего в Северном море дебит одной скважины норвежской где-то 400 тонн в Саудите дебит одной скважины это 600 тонн то есть нам нужно пройти 100 скважин добычных при семи тоннах с тем чтобы одну саудовскую заместить если полностью но для этого нефть нужно национализировать поскольку частные владельцы которым она досталась за даром и за дарма будут пытаться выжимать прибыль до последнего не занимаясь ни разведкой ни в коем случае не думая о будущем национализированная нефть по сути позволит сделать этот источник возобновляемым прекратить переживать и прекратить вести вот эти бесконечные нефтяные войны потому что нефть с учетом вот этих вот данных с учетом нового неорганического происхождения абсолютно возобновляется дальше озон водород нефть это взаимосвязанная триада здесь один из ученых Сывороткин который всю жизнь занимается озоном сейчас он эти спутники привел построил вот такие вот карты которые выхода озона вот они здесь по сути сюда попали все нефтяные известные месторождения страны сибирская татарская и так далее и по сути здесь мы можем иметь два по крайней мере крупных потенциальных нефтяносных поля России это в районе Белого моря вот оно и в районе Воронежской и Липецкой областей то есть концентрированные выходы водорода озоновые дыры которые постоянно существуют то есть вот эти два района это будущие нефтяные поля России которые будут постоянно восстанавливаться причем они будут в районе хорошо с хорошей инфраструктурой и логистикой дальше Сывороткин занимаясь озоном просто взял и подбил результаты по скважинам по выходам водорода везде где только мог это не неполный неполный перечень трубка удачная 56 процентов водорода байкальский рифт тункинская 78 95 процентов водорода нижняя по Волжье ну и так далее то есть водородная энергетика практически стучится в двери дальше в ранее пробуренных скважинах у Бориса Глебска это как раз Воронеж Переслав Залескова они бурились в структурных целях геологических но темнее померили водород он оказался исключительно высоким и причем наверняка замеры были не очень качественные это попутно дальше геофизика микрогеофизика микросейсмика показала что водородные каналы в районе все той же Московской области Красногорск вот эта вещь до глубин 40 километров и по сути вот это все потенциальные водородные ловушки потенциальное месторождение водорода на допустимых глубинах которые можно будет разбуривать и брать водород что даст основу новой энергетике дальше в принципе все так же как у предыдущего оратора корни ствол и крона это ларины нарисовали такую идеализированную картинку но предыдущая показывает что она имеет место быть и водородные вот эти все вещи они находятся на допустимых глубинах километра полтора два в исключительно обустроенных районах Воронежской Липецкой области и Белое море в районе Архангельской и поэтому первая скважина нужно нужно пробурить для начала одну скважину и затем мы начнем новую водородную энергетику дальше в двух местах уже реализован принцип использования водорода французы которые случайно наткнулись на глубине 50 метров 98% чистого водорода в одной из деревень Мали превратили его в электричество это деревушка Малийская уже отапливается освещается более 5 лет водород не истекает дальше создан первый по сути Хонда водородный автомобиль который абсолютно по дизайну и по скоростям по всему не уступает обычным автомобилям весь вопрос в дешевом водороде водород который получается сейчас с гидролизом это практически сверхдорогой и эта энергетика не имеет будущего дальше поэтому сейчас можно ну последнее в интернете сейчас появились они правда и раньше были но Титан планета которая является спутником Сатурна целиком построена на углеродных на углеродной основе там существуют углеродные углеводородные озера их многочисленные там существуют углеводородные облака метановый снег то есть там где органики никогда не было он целиком запасы углеводородов планеты Титана она чуть меньше Луны в сотни в тысячи раз больше это посчитано поскольку зонд Кассини не то что я изучал пять лет он даже совершил посадку на эту планету это уже даже не гипотеза это теория поэтому неорганическая гипотеза нефти должна возобладать я сейчас организовал группу самых информированных людей по этой проблеме у меня в группе геологи и технари мы сейчас ищем и уже практически нашли место где водород ближе всего подходит к поверхности где мы должны будем пробурить первую скважину сейчас ближайший месяц завершу уже окончательно отшлифую эту территорию дальше мне нужно будет найти 150 миллионов рублей для того пробурить километровую скважину и получить первый водород я думаю найду потому что именно тот кто первым начнет добывать водород он по сути возглавит прогресс и шестой уклад который Глазев активно проповедует нанотехнологии и прочая гелевая энергетика он по сути должен будет иметь в своей основе водородную энергетику все уклады земли которые были до этого было основное топливо дрова потом уголь потом нефть все остальные существовали но сейчас мы переходим на цифровые технологии значит должны появиться и цифровые деньги типа биткоина но это отдельная тема и должно появиться новое горючее которое экологичное которое чистое потому что автомобили могут развиваться только за счет водорода электромобилей быть не может всей электроэнергии земли не хватает чтобы существующие автомобили зарядить электричеством поэтому водородная земля это абсолютно неизбежность я здесь ничего не придумал я не углублялся в теоретические дебри существуют карты существуют замеры существуют районы существуют места где этот водород в избытке мы сейчас посчитали вообще мировой океан пополняется на 30% сейчас за счет водорода проверим это уже отдельная тема поэтому водородная будущая земля это абсолютно неизбежность спасибо за внимание спасибо за прекраснейший интереснейший доклад еще раз похлопаем уважаемые коллеги жизнь многообразна дело все в том что Леонид Григорьевич Ивашов тут срочно вызывают одно важное мероприятие у нас сейчас перерыва не будет а вот я предоставлю как раз слово Леонид Григорьевич Ивашов доктор исторических наук профессор президента академии геополитических проблем генерал-полковнику и начальнику главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России 1996 по 2001 год немножко другая тема чем в программе человек как энергетическая сущность спасибо добрый день спасибо Александр Евгеньевич тема не меняется естество и геополитика остается просто мы должны были с Игорем Николаевичем Острецовым он следующий обозначен работать в паре но он не смог сегодня приболел и поэтому я вот беру свою часть и говорю о человеке как энергетической сущности Женя можно первый слайд пока читать будем почему естество знания и геополитика и почему я человека ставлю как бы во главу угла сегодняшнего моего доклада геополитика это наука которая соединяет в себе как бы в единой вот и теоретической основе и географическое пространство геофизику этого пространства и человека и человека и вот выявляют законы закономерности предопределенности развития человечества и так далее и главная категория геополитики это пространство когда-то было это просто географические чисто пространства вот ну затем мы там уже и воздух поднялись затем уже и космос стали изучать и вот сегодня тема пространства разума пространства космоса ну становится значит объектом нашего исследования и второй момент вот в этих трех как бы объектах исследований человек география геофизика самая неизученная субстанция или сущность это человек вот да выдающийся нас наш 93 года ему уже 93 идет академик Лаиль Петрович Казначиев вот посмотрите что нам со своими коллегами дает что естествознание научной картины мира нарастает диссиметрия потому что человек изучает окружающую неживую среду будь то космос мировой океан в объеме общих естественных знаний значит на 95 или тратит усилия в объеме 95% изучает неживую материю костную так называют физику а 5% только изучение живой клетки растительного там животного мира и из этих пяти 1% всего лишь человек уделяет изучению познанию самого себя и причем не сущность человека изучает в основном изучают медики медики и психиатры немножко вот и поэтому вот в этой системе знаний мы меньше всего познаем себя и я по сути дела следующий слайд вот как бы продолжая тему которую вот Владимир Анатольевич Ефимов затронул затронул и давайте посмотрим да вот есть три сферы знаний материалистическая наука религия и эзотерика знания совершенно различны не объединены наоборот значит противостоят друг другу поэтому тут упоминал Анатолий Петрович Ситов отделение лженауки в академии наук все что не материалистично значит тут же лженауку записывают и мы с вами вот здесь занимаясь такими проблемами точно записаны будем уже ученые и вот сегодня если посмотреть то только вот мифология эзотерика более-менее с каких-то там позиций правильных неправильных не будем судить изучает человека как некую иную чем физиологическая сущность идем дальше да вот да и знаете вот сегодня необходимо и то что вот благодаря Александру Евгеньевичу он ушел не хочет слушать похвалу мы вот как бы соединяем три сферы знаний вот здесь едино это ну самое наверное перспективное направление в развитии знаний в России и встает вопрос вот если мы возьмем растительный животный мир и внимательно присмотримся тем же насекомым тем же там различным растениям то увидим ну пару таких важных вещей во-первых ничто не появляется хаотично случайно создаются условия создаются востребованность вот много комаров значит ласточки быстренько развиваются вот там значит леса где-то расширяет свое пространство мы видим как все взаимосвязано в мировом океане вот и вот здесь в природе и окружающем нас мире существует величайший принцип социализма все вот даже некоторые птицы это наши уже ученые орнитологи доказали им не нужно например лететь на север чтобы там откладывать яйца и так далее на юге гораздо все это проще и так далее но они летят выполняя некую общепланетарную функцию потому что если они не прилетят там какой-то вид просто исчезнет то есть все взаимосвязано сбалансировано и находится в состоянии гармонии и вдруг человек совершенно случайно от там хвостатой этой обезьяны появляется и не несет никакой общеполезной нагрузки вот особенно это очевидно в нынешнем веке ничего только одни права право разрушать природу право уничтожать окружающую среду и ничего больше это не так это не так я сегодня скорее поставлю больше вопросов чем ответ и первое задумаемся для чего человек был вписан в эту природу для чего человеку единственным и сущность дан индивидуальный и коллективный разум для чего для чего мы вот так вот поделены ну есть ответы я их студентам несу вот Женя их наш оператор слышал функции ну первое наверное как регулировать отношения в том числе видовое в простительном животном мире где если вот как Владимир Павлович нас тут напугал водородными взрывами и так далее что-то произойдет вот рациональным способом будет восстанавливаться ну возможно столетие тысячелетия а человек вот как говорит взял посадил новые деревья или что-то там газ чтобы взрыва не было может там иррациональным методом значит обезгазить обезвредить и так далее то есть есть функции функции беречь вот природную гармонию это наверное главное и для этого ему даны определенные свойства в том числе первые свойства понимать природу способность изучать природу и любить природу ну есть еще наверное подпитка разума и так далее я об этом говорить не буду Женя идем дальше вот и мы значит вот просто констатируем что мы живем сегодня в искаженной истории и меньше всего знаем сущность самого себя второе что человек вписан природу в окружающий вот нас мир с определенными функциями целями и решаем задачи и для решения этих функций мы доделены определенными свойствами в том числе высшим свойствам разума и если мы посмотрим на природу то природа даже по моры там посмотрите муравьи что творят объединяется вот по типологии своей сущности объединяются какие-то огромные сообщества поэтому и люди тоже они не могут жить не по законам природной среды и объединяются по им образом вот наверное тоже через общение через биополе через с помощью энергии там слова и так далее и вот сообщества одного некоего типа и опять же здесь без энергии не обойдемся они объединяются в большие сообщества и формируют общие некие цели жизни смысл жизни некие такие общие такие знаете ну ценностные что ли принципы ради чего жить потом как жить вот и наверное и как бы объединяется общим будущим общим своим будущим и вот как вот так сказать наши большие виды животных и растительных объектов наших вот организация вот они объединяются так и человечество объединяется в народы нации и цивилизации и цивилизации и тогда встает вопрос что перед каждым мы сегодня о России говорили у меня есть вышла в прошлом году большая работа 800 стран дел политика русской цивилизации где я об этом говорю и пытаюсь определить какие функции у нашей России вот размещенной ну большой России еще типа советского связи какие функции и почему мы сильны почему мы сильны но мы в академии дискутируем я не скажу что однозначно приходим к выводу отвечая на главный философский вопрос что первично материя или сознание мы отвечаем первично энергия в том числе энергия мысли энергия духа энергия материи энергия сознания энергия и вот Женя давай следующий слайд давайте посмотрим я так и заглавил энергия есть основа жизни энергия запускает работу клетки значит ну мыслительный процесс работу центральной нервной системы там органов наших чувств и так далее я думаю все мы понимаем что если бы не было вот энергетической взаимосвязанности всего этого то человек бы не был просто человек и энергия наполняет человека и окружающий его мир то есть мы живем живем ну вот как некий элемент вот этого большого энергетического поля энергии информационного и так далее идем дальше и вот посмотрим что такое мысль вот здесь прозвучала одна фраза что мысль это нечто виртуальное вот виртуальное я утверждаю что мысль наша как вот и внутренний энергетический сущность человек это конечно материально пожалуйста мысль рожденная в голове в сознании человек находит свое выражение и в энергии слова вот мы сейчас посылаем я посылаю вы слушаете это энергия в письменной записи письменной в компьютере или остается в памяти вот как может ничто нечто виртуальное остаться в памяти а мы потом возьмем и вытаскиваем вот для последующего исполнения и энергия если это энергия то энергия образует поля значит мыслительное поле существует то что там называли ноосфера и так далее мысль порождает конкретные действия конкретных людей или созданных ими значит технических средств таким образом мысль и сознание материализуется как энергетическое разумная субстанция дальше идем и вот я подтверждение своих слов открыл я буквально в прошлом году для себя Дэвида Гамильтона это практикующий известный врач Великобритании вот он исследует он исследовал восточную медицину но потом вот уже и свою там теорию выдвигает и вот вдумались каждая наша мысль и каждое чувство когда-либо нами испытанное находят выражение в теле молекулы известные как нейропептиды связывают мысли и эмоции с каждой частью тела тут наверняка врачи присутствуют медики наши если мысль влияет на каждую частичку тела то наверное и мыслью можно лечить излечить есть там ну есть шарлатаны а что делают китайцы вообще восточной медицине вот и далее мысли большого количества людей одновременно сконцентрировавших на одном и том же производят значительное воздействие наша связь со всем существующим в этом мире такова что мы просто не можем не влиять на состояние мира избирая объект своемысленной концентрации вот так есть теория индийского философа махариша они проводили в самаре испытания по примирению когда люди направляют мысль значит вот на какое-то дело концентрируют и происходит действие это же мы наблюдаем и особенно в церквах наших храмах дальше и так я делаю вывод что человек это энергетическое поле энергетическая сущность и вот внимательно на слайд если библию посмотрите с аксиоматической позиции как Игорь Николаевич с рецовым телом вот то мы можем констатировать исходя из закона о сохранении энергии что человек не умирает потому что энергия она вечно она не может исчезнуть она трансформируется и так далее умирает физическое тело но не энергия находящаяся в нем и человек продолжает жизнь в образе частицы такой массивной самоорганизующей субстанции оставаясь сгустком своей сущности здесь говорили Владимир Анатольевич говорил о душе о душе нам тоже нужно понять душу как энергию как энергию но не только интеллектуальную но вот эта чувственная энергия которая там стрессы вызывает и так далее это тоже энергетически мощное чувство любви это мощная энергия и так далее и человек вот это действительно энергетическая сущность некий фантом ну из нескольких энергетических полей дальше следующий слайд и мы должны вот в основу будущих наших знаний может быть вот подумать над тем что я пишу что все в мире материально но все имеет сознательную основу физики ядерщики скоро докажут что вообще-то материя мертвая материя казалось бы она является живой она является живой потому что молекулы там всякие эти самые действия и вот энергетические потоки живого вещества образуют единое энергоинформационное поле иерархического типа что все структурировано структурировано снизу до литосфера биосфера новосфера и дальше космосфера они сегодня говорили вот это есть проявление вот фундаментальной организованности вселенной и человек не может вот быть исключен все это организовано и фундаментально вот здесь тоже звучали световая скорость света световые года и так далее если мы пойдем что вот мысль это оттолкнемся мысль это сознание действует в одном поле то измерение должно быть другое наш интеллект вот наш разум не нечто закрытое вот замкнутое в себе или чисто в человеческом сочи это и есть локальное отражение космического разума и дальше вот я показать что энергия есть высшая сила это взаимодействие энергетических полей людей между собой и средой обитания создает общее поле сообщества и почему мы сильны я вот моим студентам говорю почему мы не победимы и не только потому что мы вот там русские крепкие и так далее потому что соединили энергетику почти 200 народов энергетику знаний энергетику характера и плюс вот это огромное наше пространство разнородное где есть и север где есть юг где там и тайга и пустыня это тоже энергия и мы вот образуем вот это цивилизационное свое сообщество как бы дополняя обогащая друг друга и обогащаясь вот этим полем мы живем в одном поле энергетики и энергетическое поле разума человека космоса природы 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 эмоционально чувственная энергия цивилизации или душа народа накопленные структурированные за миллионы лет знаний во взаимодействии формируют гармонию и логические процессы развития то есть высший разум и энерго следующий пожалуйста и энерго информационное поле высшего разума это есть накопленные за все время существования вселенной банк знаний опыта взаимодействия чувств и красоты гармонии и эмоций и воплощенные в одном вот таком процессе и человечество в своем познании мира лишь постигает то что известно да вот здесь говорили гениальности и так далее но мы постигаем через это поле вот тренируя мозг тренируя свою вот эту энергетику постигаем то что уже есть может быть где-то что-то и подпитывает и мы ищем не только как экстрасенсор но каждый студент каждый ученый мы ищем то что уже накоплено что есть вот именно там следующий слайд и сразу давай идем дальше вот я вот Усанин Александр Евгеньевич незнакомого Усанин да вот молодой наш такой исследователь вот он работаю его есть сейчас я открыл для себя вот и вот он говорит наше тело как микрокосмос уменьшенная копия уменьшенная копия нашей вселенной в нем действуют точно такие же законы как и в окружающем мире при этом наш внутренний и внешний мир тесно связаны как различные уровни одной энергоинформационной системы которая для тех кто не достиг совершенства действует как образовательное учреждение учреждение да вот и последний слайд я завершаю вот сегодня рывок сделает тот народ то государство которое вот несколько вот как мы сидящие здесь вот переосмыслит сущность существующих знаний сегодня и объединив вот три сферы знаний сделает ну не будет отрезать отрицать там мифы отрицать вот это нетрадиционные там технологии физику которую называют уже физикой и так далее и во главу угла поставит поставит вот то что я сказал что первична энергия во всех ее формах и проявлениях и через вот это энергетическое понимание сущности нашего мира сущности человека вот совершит огромный рывок вперед в своем развитии здесь нужно понимать что мы человеческая цивилизация вот нынешняя непредыдущая прошла три этапа своем развитии освоила три сферы водную земную воздушную освоила три вида топлива твердая жидкая газообразная вот мы живем в трехмерном пространстве вот полемеевской системе и сегодня нужно переходить на четвертый уровень в измерение пространства а она уже космос это космос в видах энергии вот уже Владимир Павлович говорил но тут еще с физиками поспорить может быть плазма 99% во вселенной это плазма может быть этот вид энергии будет действовать да вот то есть переходить уже в следующий этап свое развитие и это можно сделать только на основе новых знаний пересмотра вот этих основ материалистической науки точнее не отрицания ее а развития спасибо спасибо ну уважаемые коллеги устали перерыв 30 минут спасибо спасибо Продолжение следует...